Печаль 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 Ибо их повелитель не скрыл от них ни одной детали плана спасения Иисус сказал им, что встанет между гневом своего Отца и виновным человеком И понесет на себе беззаконие и презрение Что лишь немногие примут Его как Сына Божьего Но почти все возненавидят и отвергнут Его Он оставит всю свою небесную славу Явится на землю во плоти человеческой Смирит себя как человек И на собственном опыте познает различные искушения Которым подвержен человек, дабы искушаемым помочь И наконец, когда Он исполнит миссию Учителя Его придадут в руки людей И Он перенесет всю меру жестокости и страданий Которые только могут причинить беззаконники Вдохновляемые сатаной и его ангелами Он умрет самой жестокой смертью Подвешенный между небом и землей Как осужденный грешник Но перед этим Он переживет такие ужасные часы мучений Что даже ангелы не смогут взирать на это И укроют свои лица от страшного зрелища Он будет страдать не просто от физической боли Но перенесет страшную душевную агонию С которой телесные страдания не идут ни в какое сравнение На Него будет возложена тяжесть грехов всего мира Христос сказал ангелам, что умрет И в третий день воскреснет А затем вознесется к своему Отцу Чтобы ходатайствовать за непокорного виновного человека Ангелы бросились к Его ногам И стали предлагать свою жизнь Но Христос ответил им, что Своей смертью Он спасет многих Тогда как жизнь ангела Не может оплатить долга Только Его жизнь может быть принята Отцом В качестве выкупа за человека Иисус также сказал ангелам, что И они вместе с Ним примут участие в плане спасения И будут подкреплять Его в трудные минуты Он примет падшую природу человека И Его сила будет несопоставима даже с их силой Ангелы станут свидетелями Его унижения И величайших страданий И когда они увидят Его страдания и ненависть к Нему людей Их охватит глубочайшее волнение И они, преисполненные любовью к Нему Пожелают спасти и избавить Его от убийц Но ангелы не должны будут вмешиваться И препятствовать тому, что увидят Иисус сказал, что им предстоит Принять участие в Его воскресении Что план спасения составлен И Отец принял этот план Со святой печалью Иисус утешил и ободрил ангелов Сообщив им, что после воскресения Те, кого Он искупит, прибудут с Ним Своей смертью Он спасет многих И уничтожит имеющего державу смерти Отец Его даст Ему царство и величие царственное Во всей Поднебесной И Он станет владеть им во веки веков Сатана и грешники будут уничтожены Чтобы никогда больше не нарушать мира Ни на небе, ни на очищенной новой земле Иисус велел небесному воинству смириться С планом, принятым Его Отцом И радоваться тому, что благодаря Его смерти Падший человек снова поднимется Обретет благоволение у Бога И насладится вечностью Тогда радость Неизреченная радость наполнила небо И небесное воинство запело песни хвалы И поклонения Ангелы коснулись струн своих арв И взяли на тон выше, чем раньше Воспевая великую милость И снисхождение Бога Отдавшего своего горячо любимого сына На смерть ради мятежного рода человеческого Небожители воздали хвалу и поклонение Иисусу за Его жертву и самоотречение За то, что Он согласился Оставить лона Своего Отца И избрал жизнь, полную страданий и мучений И позорную смерть, чтобы дать жизнь другим Ангел спросил меня Думаешь ли ты, что Отец без борьбы Отдал своего горячо любимого сына? О нет! Даже небесному Богу непросто было сделать свой выбор Позволить виновному человеку погибнуть Или отдать своего возлюбленного сына На смерть ради него Ангелы были настолько заинтересованы В спасении человека Что в их рядах нашлись бы те Кто согласился бы оставить славу И отдать жизнь загибнущего человека Но, сказал сопровождавший меня ангел Это ни к чему бы не привело Преступление было настолько тяжким Что жизнь ангела не искупила бы содеянного Ничто, кроме смерти и заступничества сына Божьего Не могло оплатить долб И спасти потерянного человека От безнадежной тоски и жалкого существования Ангелам же было поручено восходить И нисходить к сыну Божьему С укрепляющим бальзамом от славы Божьей Чтобы утешать его в скорбях И служить ему В их задачу также входило Ограждать и охранять подданных благодати От бесов и от тьмы В которую сатана все время пытался их погрузить Я видела, что Бог не мог изменить свой закон Ради спасения потерянного погибающего человека Поэтому он позволил своему возлюбленному сыну Умереть за преступления людей Сатана со своими ангелами снова радовался тому Что доведя человека до грехопадения Он заставил сына Божьего пожертвовать своим высоким положением Сатана заверил своих ангелов Что когда Иисус примет природу падшего человека Он сможет одолеть его И помешать осуществлению плана спасения Мне был показан сатана таким, каким он когда-то был Счастливым, возвышенным ангелом Затем я увидела, каким он стал теперь У него по-прежнему царственная осанка И благородные черты лица Поскольку он все-таки ангел, хотя и падший Однако лицо его выражает тревогу Озабоченность, несчастье, злобу Ненависть, непокорность, обман и всякое зло Я обратила особое внимание на его некогда благородное чело Его покатый лоб начинал сужаться от самых глаз Я видела, что сатана так долго приучал себя ко злу Что утратил все свои добрые качества И, напротив, развил в себе все скверные черты характера Глаза его стали хитрыми, лукавыми и проницательными Телосложения у него крупные Но кожа на руках и щеках обвисла и стала дряблой Я видела его в задумчивой позе Левой рукой он подпирал подбородок По лицу его скользнула улыбка, от которой я содрогнулась Настолько она была исполнена злобы и сатанинского коварства Эта улыбка появляется на его лице всякий раз Когда он намечает себе жертву Когда же она попадается в его сети Улыбка становится совершенно отвратительной Продолжение следует...